сегодня мы с вами порисуем вот такую вот фламинго на закате красивую все просто все быстро только конечно надо умение тонких линий но мы с вами как раз поэтому и будем сейчас учиться делать красивый фон и тонкие линии приступим покрываем типсу белым лаком гель-лаком просушиваем в работе буду использовать желтый розовый красный бордовый светоотражающие красные блестки серебристые блестки оранжевый черный гель-лак рисуем красным гель-лаком линию горизонта своем и чуть пониже потому что у нас будет фламинго стоять посередине чтобы нас не сливалась с фоном мы нарисуем горизонт пониже фламинго повыше так кисточкой рублев вот у меня для работы да то есть я беру прям красным конкретно красным как у вас красное есть таким рисуете и все горизонтальными движениями растушевываем вот так вот потом берем наши желтые и вот так мы все это дело соединяем вытираю кисточку периодически до лишняя краска у меня набивается даже какие тут эти полосочки появятся ничего страшного это у нас море поэтому там волны не друг на дружку наезжают где-то свет где-то тень так дальше мы берем 5 красный и вот красным наверху также можем все красим берем дальше наш опять желтый не так же все растушевываем до конца вот белой линии да то есть мы доходим и тут аккуратненько красному практически не подходим прям чуть 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 все горизонтальными движениями вот смотрите краешки не забывайте здесь вот это волосина залипнет когда чуть снимаешь вот такой закат просушиваем просушили и начинаем усиливать наш закат также опять красный берем берем желтый можно даже вот немножко метод ярко-оранжевый был вот сюда тоже в закат все в закат до белого вот прям чуть чуть даже можно белый прям там заставить так также мы опять наше море подусилим она тоже у нас слишком блеклая такое не должно быть еще ничего не сушим просто все пока нагоняем цвета здесь желтенького нашего и бордовый еще вот я тут уже здесь наступает ночь и мы как бы сверху немножко добавим бордового чтоб ярко таких вот переходов не было можно дальше все это продолжить до растушевать так теперь смотрим да вот возьмем бордовый наш нет возьму красненький пока еще ничего не сушим и делаем такие вот как будто тут у нас не как будто вот у нас облака на красном закате вот они такие у нас красный пока ничего еще не просушиваем уж таким горизонтальными движениями по мокрому все есть чуть-чуть даже так оставлю вот она немножко ведь растекается наши облака тут какую-то маленькая все просушиваем просушили так как у нас солнце садится внизу соответственно тени на облаках у нас будут да наверху и вот мы так вот их делаем тень наверху внизу у нас посветлее над облачками у нас получается сильно не темните тоже да вот можете что-то так под вытереть до растушевать может и так даже сделать как будто там что-то еще так дальше мы берем коричневый у меня такой сейчас покажу коричневый такого цвета у меня коричневый обычный коричневый цвет и на заднем плане даже коричневый немножко смешаю с красным вот так вот сделаем мы здесь покажем будто какие-то там горы не горы что-то у нас там вдалеке вот и соединим чуть-чуть нужно немножко красным даже растушевать все у нас тут такой огненно-красный закат поэтому все вот такой немножко рельеф вы можете добавить кисточкой вот так вот что-то там вдалеке так просушим пока просушили теперь покажем самые темные участки то есть я беру черный замешиваю в бордовый черный замешиваем бордовый и вот на наших горах тут покажем наши темные участки то есть не чисто черным таким черно бордовым потому что там самый темный участок у нас за горами и и растушевываем если вам рублев неудобно кисточкой можете поменять на тоненькую кисточку я сейчас так и сделаю просто мне тут надо подрастушевать поэтому я уже все это и делала какие-то рельефы тоже нога нога на горе можно показать давайте здесь чуть-чуть тени можете даже немножко вот так вот вот слез вот эта полосочка белая останется можете ее ставить она немножко такое как сказать как будто подотрывает наши горы дальнего плана вот море примают сильно не закрашивать осталось и осталось пусть будет и по краям ну так растушевываем то у нас будут какие-то такие блики тени от волн потому что они друг на дружку наезжают эти тени даже вот так вот я кисточку ставлю на ребро и вот так вот подтаскиваю да вот у нас тут может быть так ну тут к совсем такая жирная таки не делайте так да чуть-чуть сильно на желтое тоже не растаскивайте можете если что-то не понимаете да где там что куда тащить что не надо тащить через камеру посмотрите телефону там он будет видно где у вас какая ошибка так ну здесь мне кажется всем при у нас как-то светло сюда еще немножко таких волн добавим все просушиваем просушили теперь я беру чисто черный ну это немножко все равно замешан с бордовым и прям капельку можете тоже замешать на всякий случай и вот здесь мы немножко горизонт под оторвем вот так сделаем поверх нашей белой линии которая была под закрасить и ничего страшного останется пусть будет чуть-чуть и вот на гору мы чуть-чуть тоже растушуем сделаем потемнее там дальних участках здесь то же самое все просушиваем так немножко на наших облачках воздуха покажем я беру белую гель краску вот смешиваю стопа прям вообще чуть-чуть вот прям вот прям капелюшечку и там вот снизу вот тоже много взяла под облачками чуть-чуть вот так что-то вот показать вот прям совсем так чтобы они поживее были много даже не надо так что-то такое под размоем видно да и чуть-чуть под размоем штуки облака то вообще белые что у нас тут получается что цвет их так сделал на закате что нас такие красные да все равно чуть-чуть добавим воздуха так можем не просушивать пусть она там все у нас растекается как надо по-красивому можете просушить если боитесь что с куда-то что-то уплывет так я беру черную гель краску рисуем пузико нашего фламинго такой овал можно сказать и хвостик хвостик вниз вот так вот такая у нас нарисуем ножку вниз фламинго вот она наша ножка и вторая ножка вот так у нее идет и она так об вниз опущена лапка чуть-чуть повдусили все можем просушить на этом этапе чтобы краска у вас не текла можете салфеточкой сухой пройтись и и немножечко под вытереть до липкость но перед этим хорошо просушить и так рисуем голову вот у нас голова кружочек такой кружочек овал тут не принципиально и как вот получается двоечку дома вот так вот рисуем вот так крючочек такой и в туловище то есть как цифру 2 и вот продолжили фламинго еще такой клювик есть такой тут какой-то выпуклость как голова такая тут как щечка снизу что-то такое у нее у меня здесь немножко да как это щекасто получилось мы сейчас немножко под уберем сюда вытянем вот вот наша фламинго просушиваем я решила что добавить сюда пальмовую веточку такую изначально когда рисовала ее не было но потом подумал что с ней все-таки как-то вот прям жилье композиция и вот вытянутые пальмовые веточки нарисуем такую да с несколькими лепесточками листиками точнее вот и сразу же уже чтобы закончить это все дело коричневый немножечко желтого чуть-чуть красненького такой вот какой-то непонятный такой серо-буромалиновый цвет на чтобы у нас она не висела наша фламинго вот так немножечко можно даже знаете как пройтись а и вот отзеркалить сильно не обязательно прямо это зеркалить все можно даже там найти так подразмыть вода же она шевелится да уже явно она не одна так стоит явно там друзья и товарищи что там хулиганит можно немножко посильнее даже сделать такие тени даже чуть-чуть черного вот тень тень от фламинго у нас в воду падает так сюда растащим прям такой геометрия не было есть они есть слава богу так можем взять вот у меня белая гель красочка чуть-чуть и все-таки все равно на фламинго какой-то свет падает да то есть мы сюда чуть-чуть вот спинку и цвета добавим на ножки можем сюда чуть-чуть просушиваем так теперь я беру красную светоотражающую краску вот гель-лак и вот сюда мы наносим много не наносите она у меня с цветом можете даже вообще серебристую взять в принципе сюда вот так на и подрастающим блеск на воде покажем больше по центру дальше туда не идите вот тут по центру сделать и все так и на лепесточках мы еще покажем вот все равно свет то падает от солнца сюда можно даже просто желтым пройтись обязательно там с белым смешивать солнце-то падает так снизу освещение вот на фламинго чуть-чуть можно так свету показать все просушиваем и покрываем топом нас или не сглаживаются блеск на воде на мерцает цветоотражайки красота сушим вот наш дизайн готов